я беру 400 граммов творога не холодного как и другие продукты комнатной температуры к творогу добавляю 3 столовых ложки сахара одну щепотку соли и 3 яйца продукты нужно размешать до однородного состояния и удобнее это будет сделать при помощи блендера или картофеля мялки дальше к этим продуктам я добавляю 3 столовых ложки манной крупы 3 столовых ложки сметаны это необязательно но я также добавлю 3 столовых ложки кокосовых хлопьев вместо них можно добавить изюм другие сухофрукты или цедру цитрусовых можно обойтись и без добавок также в это тесто я просею 2 столовых ложки муки вместе с одной чайной ложкой разрыхлителя и снова перемешаем ингредиенты до однородного состояния наша вкусная запеканка будет готовиться на сковороде чтобы результат был успешным сковороду лучше брать с толстым дном сковороду подготовим просто хорошо и и смажем сливочным маслом и переложим сюда тесто поможем тесту равномерно распределиться по поверхности сковороды если вы будете готовить как я на газовой плите очень рекомендую воспользоваться рассекателем на плите включаем самый маленький огонь отправляем сюда сковороду и накрываем крышкой чтобы внутри не было конденсата и не скапливалась жидкость я взяла крышку с отверстием через 40 минут моя запеканка готова правда время запекания может отличаться в зависимости от плиты и сковороды сковорода диаметром 28 сантиметров конечно не может зарумяниться сверху но она полностью готова такая вот плотненькая желание чтобы зарумянить запеканку снизу ее можно перевернуть при помощи тарелки еще немного подержать на огне не накрывая крышкой это запеканка с нежным кокосовым ароматом получается очень вкусной и сытной причем в холодном виде она мне нравится даже больше чем в теплом она прекрасно подойдет на завтрак и на уж готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал нажимайте колокольчик чтобы сразу видеть новые интересные рецепты ставьте лайк и напишите в какой стране вы смотрите этот рецепт будьте здоровы и счастливы увидимся в следующем вкусном видео